Добрый день, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Разумеется, хочу воспользоваться возможностью поздравить вас с пятницей. Впереди у нас выходные, которые, разумеется, уверены и надеюсь, что мы все используем для того, чтобы перезагрузиться, переосмыслить прежний фундаментальный фон и, конечно же, для того, чтобы собраться уже с новыми силами и выйти на финансовые рынки с начала следующей недели. И, разумеется, я встречу вас уже новым брифингом. В ходе сегодняшнего брифинга, как и всегда, отмечу очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение плюс к тем акциям, которые действуют в рамках Амаркетс. Чтобы воспользоваться этим бонусом, все, как и всегда, предельно просто, нужно связаться с вашим персональным менеджером и поменять, собственно, это слово на бонус на пополнение. Действует он до следующего брифинга, то есть до следующего понедельника. Три дня для того, чтобы воспользоваться им и увеличить покупательскую способность ваших депозитов. Величина сегодняшнего бонуса 7%. Что касается кодового слова, то произнесу его ближе уже к концу брифинга. Давайте тогда не будем терять времени переходить к нашим начальным вступительным активам, которым мы всегда сперва уделяем время. Это, конечно же, динамика позиции нефти, бренда, прежде всего, и той ценовой динамики, которую показывает российская валюта, опять же, отталкиваясь от ценовой конъюнтуры нефти и учитывая высокую степень корреляции взаимодействия ценового характера между этими финансовыми инструментами. Актуальная цена по нефти 53.80 и видим, что несмотря на наличие все-таки долгосрочных факторов фундаментальной слабости, бренд упирается и, соответственно, пытается зацепиться даже за уровень ближайшего сопротивления, который отмечен в районе 55 долларов за баррель. Чтобы оказаться выше, но я не знаю, насколько рынок и дальше должен уходить от общих негативных тенденций и насколько еще может быть выраженным, соответственно, тот ложный бычий выпад, который мы наблюдаем сейчас. Но если бренд уже забрался в район 53, конечно же, вполне возможно, что консолидация рядом с этим уровнем и возможности сохранения краткосрочного импульса сможет его завести и к этому рубежу. Что касается факторов роста черного золота по итогам последних торговых сессий, собственно, вследствие которых бренд преодолел сопротивление в районе 48 долларов за баррель и вот уже добрался до уровня 53. Это прежние заявления представителей ОПЕК о том, что падение инвестиций в энергетический сектор станет причиной снижения объемов производства. Это ожидание внеочередного саммита представителей и ключевых производителей регионов, где, возможно, будет принятие какое-то прорывное решение касательно стабилизации ситуации. Это ожидание улучшения экономической конъюнтуры и, соответственно, стимулирования темпов экономического восстановления экономики Поднебесной, что благоприятно должно сказаться на темпах роста и мировой экономики в целом. Но еще, конечно же, не стоит забывать про сирийский конфликт, который по-прежнему несет риски возможного срыва поставок, соответственно, из этого региона. Есть такие опасения, конечно же, но, в общем, тема уже избитая, мы ее касались давно и отметили то, что ближневосточный конфликт, но, наверное, с точки зрения влияния на позиции черного золота, он уже давно себя изжил. И почему рынок продолжает цепляться еще, если это так, за этот новостной повод, конечно же, большой вопрос. С другой стороны, у нас на другой чаше весов, которая, правда, пока не может перевесить вот эти факторы, ставшие причиной роста нефти, это уже реальные данные, цифры, факты, статистика, на которые, прежде всего, и нужно обращать внимание. Здесь у нас переизвыток предложения, здесь у нас росты показателей по запасам нефти в США. И я думаю, что эта тенденция будет сохранена и дальше. Здесь у нас актуальные цифры по увеличению объемов производства нефти, также в Соединенных Штатах Америки, даже несмотря на то, что количество буровых неуклонно снижается на протяжении последних недель. Соответственно, если мы, опять же, соберем этот статистический, реальный уже фундаментальный фон воедино, получается, что даже несмотря на предположения, оптимистичные заявления касательно того, что в связи со снижением и охлаждением мировой экономики производство будет падать, мы этого не наблюдаем сейчас. Это не наблюдается ни в рамках США, ни в рамках России, ни, разумеется, в рамках ОПЕК. Поэтому единственное, что позволит нам и лично мне сместить позиционирование в пользу того, что бренд может стать интересным с точки зрения покупок актив, может быть только пересмотр квоты производства нефти в рамках ближневосточного картеля с 30 миллионов баррелей в сутки. Это пока запланировано, в лучшем случае, не раньше декабря. Опять же, заседание может состояться, но не впадь, что квота будет пересмотрена. Поэтому сейчас это тоже ожидание. И даже не хочу говорить о том, что это какой-то потенциальный слом той долгосрочной идеи, о которой мы говорим. Это еще не подтверждено, этого еще не происходит. Единственное, что позволит мне отказаться от идеи продаж, точнее, от черного золота, это, соответственно, реальное подтверждение снижения объемов производства. Этого сейчас нет. И что касается Китая. Ну да, оптимисты, конечно же, верят в то, что Китай сможет избежать жесткой посадки. Верят в то, что те меры, которые задействуются Народным банком Китая, окажут оздоровительный эффект для экономики в целом. Но этого сейчас не наблюдается даже хотя бы в приближенном характере. Потому что каждую неделю мы получаем новые прогнозы со стороны инвестиционных банков. Напомню, последние данные от рейтинговых агентств, ФИЧ, СНП и Всемирного банка, а до этого еще и Международный валютный фонд, они все констатировали факт снижения темпов экономического расширения Китая по итогам этого года. И еще более слабые удручающие макроэкономические показатели в 2016 году. И я уже также подтвердил, что если медианная оценка инвестиционных банков предполагает посадку экономики Китая до 6,3% в 2016 году, я думаю, что мы увидим даже уровень И6%, который уже позволит нам говорить о том, что негативная динамика продолжается, сохраняется, и она завела общий показатель экономического роста до минимальных уровней за последние, наверное, лет 40 уже. Ну, лет 35 точно. Поэтому, стоит ли сейчас присоединяться к этому бычьему ралли, стоит ли отказываться от долгосрочной идеи продаж позиции черного золота, бренда и WTI, это, конечно, исключительно ваша субъективная позиция. Но я считаю то, что до тех пор, пока мы не получим подтверждения, о которых я сказал, оппозиционирование свое менять не стоит, потому что все-таки верный настрой, выбранный и занятый раньше, он сейчас сохраняется и подтверждается, опять же, актуальными цифрами и статистикой, которые мы сейчас наблюдаем. Но нет реально долгосрочных оснований для того, чтобы бренд сохранял восстановительный импульс. Что касается рубля, актуальная котировка 61.35, если бренд у нас приближается к сопротивлению 55 долларов за баррель, что касается рубля, то это также уже не сопротивление, а поддержка в районе 60. Если по какой-то причине рубль умудрится затащить американца к этому рубежу, здесь нужно прекрасно понимать, что, скорее всего, с большой долей вероятности в игру вступит центральный банк с покупками валюты для пополнения золота валютных резервов. Еще раз напомню, что это будет явный механизм интервентного вмешательства для того, чтобы попытаться остановить укрепление российской валюты и в перспективе обеспечить большее доходные поступления в российский бюджет, которое сейчас на текущий момент из-за своей дефицитности характеризуется очень, скажем, слабыми показателями. Поэтому то, что центральный банк держит руку на пульсе и готов вмешаться в актуальную рыночную ситуацию, я не думаю, что в этом стоит сомневаться. Сакральный рубеж значения, где пойдет игра ЦБ, мне кажется, это уже 60. Если, опять же, рубль все-таки умудрится затащить американского конкурента к этой поддержке. Вероятность не так велика, скажем. Ну и потом, не стоит забывать про общий слабый макроэкономический фонд, который характерен для российского рынка. Не стоит забывать про корреляцию с нефтью. И если мы увидим, опять же, стремительный откат, может быть, вполне реально уже на сегодняшней торговой сессии, потому что пятничные торги, они характеризуются еще таким понятием, как эффект пятницы, закрытие недели, когда трейдеры, если смогли прокатиться на интересном восходящем движении, предпочитают фиксировать свои результаты, что, в целом, через логичные технические составляющие уже и реакцию рынка приводит к коррекции актива. Если мы видели рост, соответственно, по нефти, фиксация сделок может привести к его откату. Поэтому по рублю, может быть, даже уже до конца сегодняшней торговой сессии, если этот сценарий будет реализован, мы сможем увидеть движение снова в район 63. Наша долгосрочная цель, из-за того, что мы сохраняем прежнее позиционирование по нефти, по рублю также неизменна. Все-таки по-прежнему достаточно оснований полагать, что пара будет колебаться выше 60 и вряд ли пробьет это значение. Но поскольку 70 – это уже крутовата цель, мы ее, конечно же, сохраняем с точки зрения среднесрочных ориентиров, теперь можно руководствоваться уже и среднесрочной целью, которая предполагает возможность движения пары USDRAP в район 65. Идем далее. Европейская валюта против доллара. По итогам вчерашней торговой сессии мы видели, опять же, локальный бычий импульс, который, по сути, позволил паре евро-доллар добраться до уровня 1.13 практически. В целом причин, наверное, несколько. Во-первых, это коррекция европейской фондовой селекции. Я отмечал, что если эти тенденции характерны для европейского рынка, то можно использовать такую тактику, как реальное понимание того, что через заснижение фонды, опять же, фондовики будут хеджировать свои риски через длинные сделки по паре евро-доллар. Плюс ко всему, есть опасения, также присутствующие на рынке, за устойчивость и стабильность китайского экономического роста и роста вообще всей мировой экономики. Если есть эти риски и опасения, значит, при определенных негативных тенденциях, опять же, фондовый рынок является барометром, трейдеры будут больше отдавать предпочтение и интерес именно защитным инструментам, и, разумеется, евро в этом случае будет выигрывать, потому что, если трейдеры, разумеется, пойдут в расположение защитных активов, иены, франка, облигации, может быть, даже золото слабеть будет американская валюта, давая возможности для роста, соответственно, европейской валюты. Ну и самый главный здесь, конечно же, сценарий, предполагающий усиление позиции главного валютного риска на фоне подобных тенденций, это, конечно же, использование этого инструмента как валюты фондирования, финансирования для, собственно, обеспечения сделок, хеджевого характера и, соответственно, инвестированные средства в защитные валютные инструменты. Что касается макроэкономического фона, здесь сплошной негатив, и я констатирую это на протяжении последних недель, Deutsche Bank со своими отчетами квартальной деятельности зафиксировал убыток, значительные около 6 миллиардов евро, это, разумеется, на фоне тех тенденций, которые в последнее время складываются в отношении промышленного сектора Германии из-за скандала с Вольфсвагеном, но еще один серьезный фактор опасений фондовиков за стабильность вообще европейской фондовой секции. Плюс ко всему, вчера были опубликованы данные по экспорту Германии, который просел и оказался на самом минимальном уровне за последние два с половиной года. Прибавим к этому еще слабые данные по промпроизводству, заказам и производственной активности. Получается, что сектор реально стагнирует, создает риски для темпов экономического расширения уже локомотива валютного блока и в целом создает риски для таких же слабых макроэкономических отсчетов еврозоны в целом. И здесь, знаете, работает такой замкнутый круг. Если немецкие промышленники, опять же, исходя из индексов производственной активности из Ю и ИФа, негативят из-за того, что охлаждается спрос со стороны мировой экономики и падает потребительская активность, снижаются объемы производства промышленного сектора. Это в целом приводит к замедлению показателей ВВП Германии, разумеется, провоцирует слабость еврозоны в целом, а слабость еврозоны несет риски уже для еще большего охлаждения мировой экономики. И этот замкнутый круг, он сохраняется, продолжается уже очень долгое время. Не знаю, когда будут созданы основания возможностей и условия, которые позволят выйти из него, но пока давайте все-таки констатировать негатив, и он очевиден. После публикации еще одной серии слабых макроэкономических данных снова возросла спекуляция на тему сроков расширения программы количественного смягчения более агрессивного выкупа активов. И сейчас на повестке рыночного обсуждения стоит вопрос расширения QE программы количественного смягчения с 60 миллиардов евро до 80 миллиардов, и, быть может, решение об этом Европейский Центральный Банк примет уже 22 октября, ну, либо 2 декабря, то есть также до конца этого года, есть возможность услышать очень важное и влиятельное для перспектив главного валютного диска европейской валюты, судьбоносное, наверное, даже для европейского рынка решение. Если это произойдет, то новые меры экономического стимулирования, которые мы, разумеется, ожидаем, станут серьезным фактором разгрузки главного риска пары евро-долларов, позволят нам оказаться недалеко, а, может быть, даже вплотную приблизиться к тем целям, которые мы поставили по этому тандему валютных активов ранее. Евро-доллар – это снижение ниже уровня 1.10. Идем далее. Доллар японская иена. Разумеется, здесь все вертелось уже вокруг вчерашних протоколов, ожидания опять оказались избыточными, потому что мы надеялись услышать конкретики, мы полагали, что она станет причиной, вследствие которой доллар сможет реабилитироваться в глазах фанатичных покупателей, но этого не произошло, и по факту той волатинности, которую мы наблюдали, незначительная. Я считаю то, что это были самые скромные протоколы за последние, наверное, месяца в пять. Действительно, активы, наверное, какую валютную пару мы бы не рассмотрели, не показали выраженной реакции на них, и какой-то турбулентности интересной, вследствие которой интерес к финансовым рынкам растет, на рынках не было обнаружено. Доллар и японская иена сохраняют консолидацию рядом с уровнем 120, но если все-таки поговорить про конкретику вчерашних протоколов, здесь стоит отметить, что в целом каких-либо убедительных сигналов того, что ФРС не будет повышать процентную ставку, либо будет повышать в самое ближайшее время, мы не получили. Снова касались темы инфляции, да, она низкая, особенно на фоне тех рисков, которые сейчас присутствуют в рамках мировой экономики в целом. Что касается рынка труда, то здесь достаточно оптимизма, в частности, до протоколов были опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице, по факту отчет 263 тысячи против прогноза 274. Позитивная динамика сохраняется, поэтому даже представители ФРС, несмотря на слабый прошлый non-farm perils, не стали отсыклиться на этом отчете, отметив то, что импульс восстановления, он характерен для рынка, и дальше, наверное, будет только лучше, потому что уже ФРС добился своей цели по рынку труда, приблизился по уровню безработицы до значения в 5%. Но один шаг еще остается, я думаю, что это вопрос также самого ближайшего времени. Десертом дня после уже протоколов можно отметить комментарии представителей ФРС Уильямса, в частности, он еще раз подтвердил готовность американской экономики к повышению процентной ставки, и, скорее всего, также отметил, что решение об этом будет принято до конца 2015 года. То есть риторика не меняется, мы знаем то, что точно такие же формулировки были высказаны со стороны многих прочих представителей ФРС, голосующих членов, кстати, что в целом позволяет нам не игнорировать идею и не забывать о том, что возможность повышения ставки до конца этого года по-прежнему значительная, и она присутствует. И если это решение будет анонсировано, оно станет неплохим импульсом для роста американской валюты. Доллар, еще раз напомню, консолидируется рядом с уровнем 120, и совершенно очевидно, что он не хочет уступать сейчас лидерство своим конкурентам, потому что знает, что может стоить выше. Осталось только дождаться соответствующей поддержки, которая может прийти со стороны должного фундаментального фона. Сегодня состоится уже под закрытие пятидневки выступление еще одного представителя ФРС Дениса Локкарда. Мы знаем то, что его позиция также расположена больше в пользу ужесточения монетарной политики. Я думаю, что эта позиция снова будет озвучена в том же ключе, что и раньше, что в целом может оказать, опять же, поддержку американцу и стать стимулом, в следствии которых пара USD-YENOS может закрыть торговую сессию пятницы, заключительную сессию этой недели, на повышательной такой мажорной ноте. В общем, будем следить за динамикой дальше. Еще хотел отметить фунта, поскольку отмечал, что по причине суперчетверга до него был насыщенный фундаментальный фон, в частности, Банк Англии вчера опубликовал ставку, она осталась на прежнем уровне 0,5%, объем покупок активов, также прежний параметр, 375 миллиардов фунтов стерлингов. Что касается комментариев, да, на них было обращено наибольшее внимание, и в целом мы услышали то, что хотели услышать. Риски из-за экономического спада Китая для Англии характерны, и если эта тенденция понижательная сохранится на мировом рынке, то Англия вместе с прочими развитыми площадками будет продолжать дисконтировать риски дефляции, что, соответственно, станет причиной переноса сроков повышения процентной ставки. Но это самый серьезный негативный фактор, которым нужно сейчас руководствоваться. В общем, Банк Англии на фоне последних макроэкономических отчетов, на фоне того, что мы услышали, опять же, в ходе озвученной позиции со стороны руководства, прекрасно понимаем то, что ужесточение монетарной политики, скорее всего, произойдет не раньше 2017 года. То есть, если риски для мировой экономики сохранятся, значит, эти сроки могут также и дальше варьировать. Поэтому для фунта у нас по-прежнему достаточно оснований для снижения. Актуальные котировки говорят о том, что фунт, вопреки, опять же, нашим предположениям и реальному фундаменту, торопятся подняться еще выше. Сейчас торгуются уже выше уровня 1.53. Но наше позиционирование остается неизменным. Мы вошли в эту сделку с уровня 1.52 и ждем, пока пара фунт-доллар доберется до ближайшей поддержки в районе 1.50. Что касается кодового слова на сегодня, это пятница. Еще раз напоминаю, что величина бонуса 7%. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, вы можете оставлять их на нашем официальном канале на YouTube под видео окном. Всего доброго. До свидания.